МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Колесо времени». Меня зовут Вячеслав Смуров. И в этой программе мы с гостями не изобретаем колесо, потому что смысла в этом нет. Мы просто говорим о прошлом, настоящем, будущем. И одновременно вращаем колесо времени. Уж простите за такую тавтологию. Сегодня у меня в гостях в этой студии генеральный директор открытого акционерного общества рыбокомбинат Ханты-Мансийский Сергей Андреченко. Сергей Николаевич, прошу вас. Добрый день. Здравствуйте, рад вас видеть. Знакомы давно, присаживайтесь. Спасибо. Сколько вы уже занимаетесь рыбной промышленностью? Если быть точным, это с августа 1982 года. А, так это юбилейный год, получается? Да, в этом году в августе 40 лет. Я приехал в Ханты-Мансийск по специальности охотовед. Охотовед? Да, был Ханты-Мансийский Кобзевропонхоз в свое время, который занимался охотничьим промыслом, рыбодобычей, заготовкой дикоросов. Также была свадь звероферма, пилорама и куча всего хорошего, вплоть до лошадей. А почему вы к рыбе-то прикипели? Вот как так? Ну, это, наверное, тот ресурс, который самый, скажем так, востребованный и в то время, и в наше время, и тогда это был. Без рыбы. Без рыбы никуда? Вообще никак. Ну, вы в том числе еще и сами увлекаетесь рыбалкой? Да, и если брать работу, это промысловая рыбалка, то есть не вода, а сети, фитили, атармы и так далее. И спортивная тоже. Ну, это не так давно, лет 7-8. Да спортивная, это в том числе для себя, для удовольствия. Нет, это удочка. Да, то есть на удочку. Раньше я смотрел на этих спортсменов, как, ну, немножко на особенных людей, скажем так. А потом, как бы, втянулся, и сейчас уже есть о чем поговорить. А, кстати, вот о промысловой рыбалке. У вас сколько человек занимается промышленной добычей рыбы? Ну, каждый год по-разному. Но в среднем, если брать всех в целом, вот сейчас, наверное, человек 150 на пути не будет. Это круглогодичный цикл? Нет, это же у нас в основном по договорам. То есть у кого есть возможность, у рыбаков, допустим, зимняя путина, она тоже имеется, летняя путина. То есть зимой тоже добывается? Да, зимой еще больше добывается, чем летом. Да, оно. Да, это особенно, как сказать, ну, сейчас немножко поменьше стало. Это как начинается, с декабря месяца фитили от армы, чердаки ставятся. Невадим, это вот особенно на Конде сейчас зимой и подо льдом есть такое дело. Сети ставятся также зимой. А бригады где работают по округу? Ну, сейчас я не знаю, может быть, не стоит разглашать самые рыбные места? Ну, мы работаем в основном в Хантамансийский район и часть Кандинского района. Это основное наше. Но перспектива есть сотрудничество. То есть сейчас немножко убавилось, там как бы правила игры поменялись. А в принципе мы работали со всем округом. То есть у нас были и национальные общины, и крестьянские хозяйства с нами работали. Они тоже занимались рыбодобычей в какой-то мере. И вот мы с ними как бы поддерживали отношения. Сейчас немножко поменялось. У вас производство получается ведь полного цикла? От начала до конца. То есть вот от бинта до ваты, как говорится. От добычи и кончая уже магазин, реализация. Что в этом процессе самое сложное для вас, как для руководителя? Ну, руководители это всегда люди. В первую очередь это коллектив. Это прежде всего коллектив. Коллектив это, ну, каждая своя жизнь, каждая свои заботы. И всеми ими приходится жить и общаться. И где-то что-то... Решать эти вопросы. Помогать. Иногда бывают меры и не очень популярные, бывают и нормальные. Но тем не менее, жизнь заставляет играть по тем правилам, по которым ты можешь. Ну, для руководителя с улыбкой, я думаю, все-таки это и воспринимается проще для сотрудников. Сколько у вас коллектив, который постоянно у вас работает? У вас же получается производство в Ханты-Мансийске. Вот то, что принесли, мы сейчас об этом тоже попозже чуть-чуть расскажем. Ну, среднесписочная у нас в порядке сейчас 50 человек поменьше стало. А была под 100. Немножко поубавилась вот эта пандемия. Поменьше стало людей работать. Вообще, санкции как-то сказались на вас? Там эти санкции уже сколько раз проходили. То есть, я помню эти санкции, это когда были первые санкции еще, к нам в магазин, в Пеликан. Я не помню, то ли швед, то ли англичанин приехал. И он молча начал все фотографировать. Да. Ну, а у него спрашивают, ты зачем? Я говорю, да покажу, до чего их санкции довели. Ну, ассортимент хороший. Проблема-то в чем? Не в том, что у нас мало рыбы, она вся есть. Но покупательская способность немножко, видите, подупала. Но, опять же, понимаете, вот сейчас к этому... Но мы же красную рыбу не добываем, здесь ее нет. Мы ее выращиваем. Это садковая рыба красная в основном. Семга, форель, корма в основном импортные были. То есть, все подорожало. Но сейчас вы обходитесь и без этого, без привлечения. Ну, есть немножко для ассортимента. Но, видите, раньше, так как видите, у меня память хорошая, я давно помню, что было. У нас квоты были и по муксуну, и по стерляде. Эта рыба стала меньше в головах. Ну, и вообще не стала, скажем так. Про сетра вообще не говорю. Хотя это раньше было промысловым видом. И как бы нормально перерабатывалось, продавалось, реализовывалось. Ну, не стала. А езя, щуки, ну, частиковых видов. Они, это считается же как, если я не ошибаюсь, сорная рыба, нет? Ну, относительно. Нет, она вкусная, без форды. Нет, сорная, сорная, это как бы такое название. Это частиковая. Частиковая? Да, частик. Маленький частик. Есть мелкие, есть крупные. Есть просто. Немножко о вашем ассортименте. Что у вас сейчас есть? Ну... Что можно предложить нашим покупателям? Ну, я немножко про перспективу расскажу. Куда мы идем, к чему движемся. Планы на будущее. К чему стремимся, да. То есть проектный комитет. Не боитесь глазить? Ну, об этом, как обычно, как бы не говорят. Это уже говорят по метро... По итогам. По реализации. Но, тем не менее. Есть проект расширения нашего предприятия. То есть, все это благодаря, конечно, прежде всего, администрации города Хантамансийска. Правительству Наталья Владимировна тоже помогает нам в реализации этой программы. То есть, проектным комитетом на уровне правительства принято решение о создании форумного предприятия на базе нашего предприятия. Рыбоконат Хантамансийский. Сейчас мы это совместно с фондом развития Югры прорабатываем. Что это будет? Что это будет? Торгово-источный центр? Нет. Это будет производство и рыбодобыча. А, вот так. Да. Вот в этом году у нас получается... Ну, такая арифметика не очень приятная. 30% всего рыбы перерабатывается в округе. Да. Вот такая статистика. Почему? Да. Ну, потому что у нас не осталось рыбопереработчиков. У нас только Санта-Мария перерабатывает рыбопереработчиков. Ну, это коллеги ваши из Нижнего Атмоса. Да, да, да. Вот у них неплохо получается все. Но это, опять же, дорогие технологии. Мы пообщались совместно с Фондом развития, привлекли очень неплохую компанию в продвижение нашего проекта. Ну, это приехали специалисты из Москвы, конечно же. Да, да, да. Специалисты из Москвы, но жили они в Лабытнангах, я вам скажу. Они все знают. Соседи. Да, они проектировали Салихарский рыбокомбинат, они занимались технологиями. Тоже известно. И, что немаловажно, то есть они занимались маркетингом. То есть вот почему немножко сбой произошел? Поменялась конъюнктура на рынке. Если у меня раньше там было 60-70 контрагентов, то сейчас их просто не стало, сейчас стали сети. А у сети свой порядок. Ну, сетевые, сетевые, мне сложно договориться. И чтобы перестроиться, это как бы очень непросто. Мы, конечно, при определенной мере задействуем, но вот насколько нас хватает. А эти умные люди, ну, мы не можем все знать и уметь. Ну, в том числе и я, да. Даже вы с 20-летним стажей работы. Ну, это директором только. Директором, да, только директором. А всего-то 40. Они помогают продвигать наш товар, начиная от технологий и заканчивая уже матрицей. То есть какая сеть, что будет покупать, в каком ассортименте, сколько это будет стоить. Востребован. И, кстати, вот по вопросу ценообразования. Кто решает, кто принимает эти вопросы? Рынок. У нас же много меняется рынок, чтобы быть конкурентно способным. Только рынок. У нас есть поддержка с муниципалитета. Спасибо им, да. Но в основном и ассортимент, и цены диктуют рынок. И чтобы перестроиться, это на раз-два не получится. И маленький не сможет. Почему? Потому что если в сеть заходишь, ну, это десятки тонн, если не сотни. Это реально. Ты должен поставлять свою продукцию в течение года. Ну, где-то летом больше, зимой меньше. Но это должны быть постоянные поставки. То есть стабильность. У тебя ты должен быть... И это надо выполнять. Обязательно. Иначе штрафы. Иначе ты попадаешь, и тебе больше нет. Все. Однако. Да. Все непросто. Я знаю, что вся продукция ваша востребована. У вас здесь что-то из новинок сейчас представлено? Икру я не видел. Вот честно. Покажите ее. Давайте я ее покажу. Даже не икра с собой интересная. Икру мы... Да. Это икра... Это какая? Изевая? Да. Это изевая икра. То есть мы делаем нашу рыбу. Вот эта рыба, как называется, знаете, да? С виду похожа на форель. Маленькая. В чищеном виде нет. Это ясть. Если была ясть, то вы такой молодой. Это, скажем так, среднего размера ясть. Рыба подчищенная. Ее можно делать с добавками, со всякими. И... Она слабосол получилась? Нет. Она... Вот это подкопченая. Подкопченая. Да. И, в принципе, вот видите, она тут... Спецразделка у нее. Мелкой кости нет. И она будет стоить... А-а-а. Даже так. Да. Ну, кстати, есть, но не настолько. И она будет стоить, скажем так, тот сегмент бюджетный, который будет его брать. То есть не будет брать форель, не будет брать муксуна. Это будет стоить... Вот это чистой воды импортозамещение. Очень недорого. Ну, ты можешь взять эту рыбку, порезать на кусочки, отварить картошечку, посыпать укропчиком. Ой! Со всеми вытекающими. А вот это что за варианты? А это у нас в добыче где-то получается процентов, наверное, 80-70 езя. То есть другой рыбы у нас поменьше. И некая сезонность с той же щукой. А езя у нас очень много. И вот эти технологии, они разработали, скажем так, технологии и разделки, и приготовления. То есть меньше выбрасывается, больше остается? Вообще ничего не выбрасывается. В принципе. Вот вообще ничего не выбрасывается. Вот просто ничего. Мы хотим сделать такое высокотехнологичное производство, где бы он перерабатывает все, и с нормальной добавленной стоимостью. Так, чтобы и на зарплату хватало, и на развитие. Да, да, да. И чтобы покупатель был доволен. Вот смотрите, вроде бы чего особенного, да. А как это неплохо смотрится. И цена-то будет, скажем так, вполне. Вес небольшой, ну, на бутылку пива, скажем так. Или на две картошки. Мне пора к друзьям собираться. Большое спасибо, что пришли. Я думаю, что мы еще обязательно увидимся в этой программе и более подробно расскажем. Тем более, я знаю, что и мои коллеги снимали, там, будет что показать. И о производстве, и обо всем. И поговорить тоже, разумеется, есть о чем. Ну что ж, на этом, дорогие друзья, в предвкушении будущего пира, я хочу всем сказать большое спасибо. На этом все. Ну, как сказать все? Нет, конечно же, не все. Жизнь продолжает вращать колесо времени и самой жизни. Но это во многом зависит и от вас, в том числе. Поэтому не тормозите. Искренне ваш Вячеслав Смуров. Увидимся. Пока. Будьте здоровы. ПОДПИШИСЬ!